Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Щитнёв! Сорян, если я неправильно произнёс фамилию. Всё верно, благодарю! И сегодня у нас на обзоре RECO SP150 с ошибкой «Горит красный глаз», «Горит красный индикатор» и «Принтер не печатает». А расшифровку ошибки красной лампочки мы будем смотреть на компе. Пожалуйста, ошибка. Свяжитесь со службой поддержки SC542. Сервис колл 542. Ошибка печная. Ошибка не фатальная, не критичная. Просто-напросто, скорее всего, за определенный период времени печка не успела набрать нужную температуру. Со слов клиента, это появилось после того, как извлекли замятую бумагу. Привет! Если ты впервые на моём канале, тебе помогло и понравилось видео, не стесняйся, подписывайся, жми палец вверх, жми колокольчик. И тогда ты будешь первым видеть все новые выпуски. Потому что впереди у нас много нового и много интересного. Для сброса ошибки нам понадобится SE Tools для RECO. Запускаем её. Ссылку для скачивания я оставлю в описании. Софтина очень простая. Работает по USB. Текстовый блокнотик присутствует. Причин, на самом деле, может быть множество. От нестабильного напряжения в сети до, не знаю, настроек плотной бумаги. Открываем экзешник. Хочу заранее предупредить всех пользователей или системных администраторов ничего лишнего здесь не нажимать. Софтина для авторизованных сервисных центров. Поэтому, если что-то к нём не туда, можем положить аппарат. Так, с левой стороны в менюшке нам нужно выбрать Output Check. Дальше вот здесь вот в списке. Ну, как видите, тут и диагностики, и движки, и аджусменты. Всё есть. В конце списка выбираем Fusing Reset. Жмём On. Дожидаемся отклика. Так, Fusing SC Reset On. Всё готово. Сброс ошибки сервис Call 542 мы сделали. Теперь тумблером, кнопочкой включения-выключения, соответственно, выключаем. И через 5 секунд включаем аппарат. Вот уже у нас загорелся зелёный индикатор, зелёный глазик. Сейчас пойдёт процесс инициализации. Когда аппарат стоял в ошибке, естественно, движок не крутился, редуктор молчал. А в нашем случае идёт инициализация. И вот уже видно, что выходные ролики вращаются. Аппарат ожил. Ошибку можно сбрасывать дома самостоятельно, либо отнести в ближайший сервис-центр, где сервисные ребята вам всё это сделают за энную сумму денег. Итак, давайте-ка мы теперь посмотрим ещё раз статус-монитор. Всё хорошо, аппарат в готовности, ошибок нет. И распечатаем свою демку. Кто ещё не знает, демка печатается троекратное нажатие, короткое в течение полутора секунд. Ну и пошли-пошли настройки. Всё печатает замечательно. Кстати, вот здесь вот с правой стороны можно по логу посмотреть. Действительно были ошибки. СС-542, сервис колл, который мы, собственно, и сбросили. Вот такой вот мастер-класс, дорогие друзья. Ссылочки будут в описании. Спасибо за внимание. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова